Ольга Сомкина 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 с пенопластовыми, оклеенными марлей, но очень качественно выполненными бережками. Это донок белки. Он объемный. Выполнен по старинной технологии. То есть декорация писанная, декорация рукодельная. Расписана художниками. Тут ничего не печатается, все делается вручную. И все эти декорации, которые делаются по старинной технологии, будут совмещаться с видеоинсталляцией, которая у нас будет тоже в театре, в спектакле присутствовать и занимать чуть ли не 70% всего сценического пространства. А это ворота царского вора из второй картины. А в чем их особенность? Особенности? Они тоже выполнены в такой старинной манере, немножко старомодно. То есть это фанерные ворота, которые расписаны под объем художникам. В принципе, в современном театре стараются этого избегать. Но в этом есть обаяние такого настоящего театра. То есть детям это будет очень приятно видеть. Это, в общем-то, то, за что мы театр любим в самом классическом варианте. Даша, ну вот немножко о сценографии давайте поговорим. Я знаю, что некоторые театры, особенно склонные к минималистическим решениям, вот пользуясь этим, спекулируя этим, они избегают фантастических моментов, но просто их упускают. Вот как вы обошлись с этим сложным моментом? Именно фантастические, сказочные, нереальные вещи. Ну вот уже сказано было, что это анимация, это в первую очередь. В первую очередь анимация, потому что, например, в Эпере существует много оркестровых моментов. Например, в музыке прописано, как плывет по волнам бочка. И мы делаем это за счет анимации. Что там? Ну, Белочка у нас, кстати, она будет и... Вот, Белочка будет и анимация. Да, я знаю, что в первом, когда была первая постановка, Белочку и Шмеля играли дети. А потом кто-то обходится куклами. Вот что у нас будет? Вот по поводу Шмеля мы долго думали, но потом решили все-таки сделать его видеопроекцией. Я думаю, это должно быть интересно. И будет полное ощущение того, что Шмель летает по сцене, что за ним гоняются корабельщики. Ничего себе. А что касается Белочки, опять же, в оркестровом вступлении «Три чудо» она появляется как анимационная Белочка. Но потом мы плавно переходим уже, и роль Белочки будет исполнять балетная девочка. Она будет сидеть в этом прекрасном домике, который мы только что видели. Она будет оттуда выходить, и дальше будет танцевать. Да, танец потрясающий сюрпризом. Да, пока про танец не говорю, потому что у нас хореограф очень интересно, Ольга Китаева поставила этот танец. Но там секрет, пока что не рассказываю. И еще «Царевна-лебедь». То есть там масса фантастических моментов, но расскажите, просто интрига такая. А вот «Царевна-лебедь» как раз решена за счет костюма в основном, и через любовь, волшебство, через все дела, но потом превращается в лебедь, скидывая крылья, плачь. Но в принципе зритель, я надеюсь, не будет этого видеть. И вот это анимационно не решается. Это решается за счет действия, за счет мизанной сцены. Леш, ну вот вы говорите первый раз, все артисты-трупы обращаются к этому материалу. Какие сложности возникли? Ведь одно дело петь... Ну, во-первых, «Римского-Корсакова» сравнивают с «Верди» по уровню, по музыкальности, как он делал это для вокалистов, и сложнейшие вокальные партии. Какие трудности возникли? Да, на самом деле очень интересная ситуация получается с этой оперой. Когда первый раз слушаешь запись, кажется, ну что здесь проще? Какие-то напевы постоянно знакомые, мотивчики одни и те же. Все на слуху. Начинаешь учить, и вся труппа сталкивается с тем, что музыкально это очень сложно. И фактурно сложное, и ритмически сложное, и бесконечные модуляции. Это знают и солисты, и наши концертмистеры, которые нас, собственно, готовили. Музыкально сложно, но очень интересно через драматическое выйти в это. Оно помогает прикрыться. Потому что вот эта сказочность, мой герой вообще должен оставаться таким абсолютно наивным, с чистой любовью. И почему еще Дарья как раз убрала проекционные дела с «Лебедью», потому что я в «Лебеде» должен увидеть девушку самого первого появления. То есть я себе чувствую, что я не вижу в ней «Лебедя» как птицу. То есть я вижу птицу, а внутри нее уже вижу ту самую волшебницу, ту самую девушку и свою любовь к будущей жизни. Поэтому... Ну, интересно будет чисто драматически поиграть. У каждого свое абсолютно... Там каждый образ абсолютно фактурен. То есть он выпуклый. Там нету проходных ролей фактически. Там даже такие проходные партии, как «Гонец» сделали потрясающе выпуклые. Я боюсь, что как бы «Гонец» не запомнился больше, чем сам «Лебедон». Самое удивительное, что он музыкально прописан очень хорошо. То, что вот «Конец пьяный» — это прописано прям хоть и в сказке, хоть и в детской, но в русской сказке. Там прописано все четко по музыке. И каждый образ, то есть действия, очень многие прописаны сложности. В том, что музыкально Римский Корсаков очень часто повторяет одну и ту же мелодию, одну и ту же тему. И сделать это по-разному драматургически бывает сложно. А вот, кстати, по поводу того, что прописано, не секрет, что многие номера уже стали жить самостоятельно, абсолютно самостоятельно. И они настолько на слуху, настолько мы это все знаем. Образ «Царевны лебеди», «Песенка белочки». Как это все соединить в единое действие, чтобы не было вот такими вот кусками? Ну, я думаю, с помощью как раз-таки драматургии. Она сама по себе помогает. И несмотря на то, что стали отдельными номерами, то есть, ну, как не концертные, просто номера могут исполняться отдельно и в опере, но изначально они были прописаны как общее целое. И если картинку видеть целиком и в музыку погружаться до конца целиком, то там одно вытекает из другого. То есть одно без другого существовать не может. Хотя в каких-то отдельных вариантах это возможно. Причем, что самое интересное, Римский Корсаков в авторском клавире написал, что он не допускает никаких купюр, никаких изменений без согласия с автором, то бишь с ним самим. То есть это уже исключено. Он это прописал очень точно, да. Он писал полотно от первой ноты до последней, не предполагая каких-либо изменений, внесений, каких-то новшеств, купирования, опять-таки, музыкального материала. Драматически он прописал все очень точно. Алексей, вот сказка, да, и в то же время это опера. В точке зрения исполнения это усложняет или это облегчивает? Ну, все-таки, скажешь... Это усложняет в плане откровенности. Поскольку в зале будет очень много детей, детей нельзя обмануть. Ну, их невозможно обмануть просто. Если ты не будешь искренний, они тебе не поверят, и ты не получишь тот откат эмоций, который можно получить от взрослой публики, допустим. Хотя, я думаю, что и взрослой публике будет... И взрослой публику не обманешь тоже. Ну, вот я думаю, что у нас сказка будет и для детей, и для взрослых. Вот об этом еще поговорим. Я хотела уточнить еще такой момент. Опять же, возвращаясь, опера разобрана на цитаты, многие номера стали хитами. Это в помощь или это, наоборот, усложняет? Я думаю, это больше усложняет, поскольку оно отвлекает внимание публики на знакомые моменты. В принципе, как в любой опере, наверное. Еще такой момент, да. Очень же многие видели сказку, она настолько на глазу, так сказать, на слуху. И все же, вольно или невольно, проводят параллели. Вот у меня вопросы к вам, Алексей, к вам, Даша. Это усложняет работу? Это намного усложняет работу, потому что, мало того, что есть первый замечательный мультипликационный фильм, где его озвучивает Раневская, черно-белый мультик. Я считаю, что вот это шедевр вообще этой сказки, которая ближе всего к Пушкину. Потом цветной мультик, ну, у многих на глазах. Сделать что-то интересное в опере и удивить очень сложно. Плюс ко всему, я думаю, что здесь гениальный текст Пушкина. И он сам изначально повествовательный. И поставить интересный и действенно повествовательный текст, вот это, ну, очень сложная задача, то есть, по крайней мере, для меня, потому что я пытаюсь совместить и Римского, Корсакова и Пушкина, хотя ли Бреттон Бельского. То есть, там, получается, уже как бы три автора. И все написано в повествовательной форме. И сказка, в принципе, создана, наверное, для того, чтобы дети, ну, или взрослые, визуально ее воспринимали, и уже с помощью своей фантазии видели какие-то вещи. А тут нужно показать новое прочтение, поэтому очень сложно было это все сделать. Ну, и плюс детям надо приготовиться, они знают классическую пушкинскую сказку, где летал муха, шмель и комар. У нас летает только шмель, летает один раз за море, но это, опять-таки, связано больше в угоду оперной постановки сложности картины, да, поскольку, чтобы не сменять декорации часто, у нас все волшебства появляются, все три чудо появляются одновременно. Не в три полета Гведона за море, а именно вот в одно, чтобы дети были готовы. Вот мы говорим «Дети, дети», да, но это же одна из поздних опер, да, Римского, Корсакова, и впереди еще был «Кощей», «Золотой петушок». Это вообще-таки с политическим подтекстом, да. Здесь вроде как бы Римский, Корсаков избегает политического подтекста, но это вообще произведение для взрослых, да. Вот как вы вот все-таки, на кого ориентирована ваша постановка? Ну, я думаю, что все-таки это, наверное, взрослая сказка, больше взрослая, чем детская, да, потому что, например, если у Пушкина нет образа старого деда в опере, он присутствует, и там очень хорошо прописан политический подтекст. То есть там с добавлением слов вот как раз видно, что метафорами, олицетворениями, ну, мы выходим все равно на какую-то политику, а учитывая, что это писалось, по-моему, в 1900 году, ну, практически перед революцией уже, да. Закончилось в 1900 году, да, в январе была закончена протитура. Да, да, и нарастало вот это недовольство людей, и я думаю, что в опере это во многом, даже те же самые причитания, они передают, наверное, дух той эпохи. И Римский-Корсаков писал эту сказку конкретно о своей эпохе, опираясь уже на Пушкина. Хотя я думаю, что и Пушкин тоже, ну, это мое предположение, что эту сказку задумывал как политическую, а не только как детскую. Я почему все на детскую публику делаю акцент? Потому что я хочу привлечь, чтобы родители привели детей. Они все равно придут с детьми, и они увидят то, что может увидеть взрослый человек. Но опять-таки я сейчас под воздействием своей роли, она должна быть такая очень чистая, светлая, нежная, и поэтому я пытаюсь не уходить в эту политику. Хотя действительно, как правильно Даша сказала, политики очень много, и партию «Старика» у нас исполняет наш директор оперы, солист Мариинского театра Виталий Шутин. Партия сложная и вокальная, и там есть что попеть. И на самом деле, как писал сам Римский, он пишет эту оперу как некую пародию на многие вещи. Допустим, тот же пародий «Плача» народного. Дарья тоже, кстати, интересно, сценически его решила. Опять не будем раскрывать. Там пародия фактически всех и на все. Если так посмотреть, если кто-то взрослый посмотрит со стороны, то сказка, естественно, для взрослых. Но сюрпризов будет много. И для детей, и для взрослых. Удивительно, что сама по себе сказка, вот если взрослые могут увидеть в ней политический подтекст, то дети увидят абсолютно противоположный подтекст и смысл. И она будет понятна всем. Но если идти с ребенком, с какого возраста можно брать детей на оперу, на сказку? Я даже не знаю. Думаю, лет с шести возможно уже брать ребенка. Здесь все зависит от того, насколько ребенок сам подготовлен. То есть насколько ребенок подготовлен и слушает классическую музыку. То есть это первичное. Если он привык слушать, но чтобы он просто не утомился. Опера идет три с половиной часа. Серьезно. Да, это не Петя и Волк, и не гадкий утенок, которые идут коротких хронометражами. Здесь ребенок просто может устать. Хорошо, да. Но предположим, ребенок мало готов к встрече с классической музыкой. Он хочет послушать, увидеть сказку. Как нужно готовить ребенка? Может быть, сесть почитать Кушкина предварительно? Имеет ли смысл? Вообще, давайте немножко такой вот ликбез подготовки юного слушателя. Вообще, есть правило. Перед посещением оперного театра, прочти либреты оперы, куда ты идешь. Нельзя приходить на оперный спектакль, не зная, о чем будет опера. Мы не художественный фильм и не повествование о сюжете. Наша задача всего лишь... Не то, что всего лишь, а как раз наша сверхзадача показать музыкальное оформление. То, как композитор музыкально оформил тот или иной сюжет. Рассказать сюжет у нас не стоит такой задачи, поскольку Пушкин его рассказал потрясающе. Лучше Пушкина не пересказать. Надо знать, о чем будет сюжет, а уже дальше наша задача погрузить в реальность происходящего, того, что происходит на сцене. Вот и все. Ну и, наверное, создать все-таки для ребенка особенно визуальный ряд действий, которые он прочитал. То есть, изначально он знает, о чем, а мы уже... Ну, это наша задача уже, да. А задача родителей просто его познакомить с сюжетом, почитать либретто, для того, чтобы ребенок был готов. Не во время спектакля, наклоняясь к нему на ушко, нашептывая, вот сейчас происходит то-то-то-то-то-то. А ребенок уже бы знал, и он тогда сможет абсолютно погрузиться в эту сказку и как завороженный смотреть на сцену. Мы продолжим разговор о том, как готовиться к встрече с оперой. После короткой рекламной паузы не переключайтесь. В любую эпоху у всех народов Земли всегда существовали свои мифы. В ближайший четверг в программе «Жизнь в большом городе» на ОТВ развеем некоторые мифы современности. Сегодня у нас в гостях управляющий рестораном «Круиз» Евгений Никонов и шеф-повар Юрий Крючков. Александр, сегодня мы будем готовить любимую многими гостями нашего ресторана фирменную пожарскую патлету. Для кого это максимально интересно? Процентов 80 – это мужчины. Серьезно? Совершенно верно. Но мы так пока еще не сказали. Что за фарш используется в приготовлении нашей котлеты? Здесь мы соединили мягкость курицы, блинного фарша и насыщенность телятины. Что это? Это косточка телятина. Мне всегда было интересно, почему обязательно в пожарской котлете торчит, извините, кость. Это имитация, это муляж. Как говорится, голь на выдумке хитра. Абсолютно верно. Пассажирская вагонная депо «Владивосток» объявляет набор на курсы «Проводник пассажирского вагона». Срок обучения – 3 месяца. После окончания курсов – гарантированное трудоустройство, полный социальный пакет. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Телефон 8-423-22-45-741. Комплексная методика реабилитации после спортивных и бытовых травм, переломов, операций на коленом и тазобедренном суставах. Включает наблюдение ортопеда, физиотерапию, мануальную терапию и массаж, рефлексотерапию ЛФК, механотерапию аппаратом «Артромод». Клиника натуропатических методов лечения «Здравница» – 298-48-88. Курсы подготовки ЕГЭ по истории и обществознанию, уникальные методики, высокий балл гарантирован. Вся информация на сайте www.dvdefiseeg.ru. Телефон 8-423-269-32-93. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня говорим о сказке, об опере на сцене театра оперы и балета. Мы работаем в прямом эфире, 221-40-19. Звоните, задавайте ваши вопросы. Три с половиной часа идет представление. Насколько я знаю, даже не всякий взрослый высидит в столь длительный срок. Как быть детям? Вообще не боитесь ли вы того, что в зале будет шумно? Потому что мы сейчас обсуждали, вы говорите, некоторые берут по 5-7 билетов на детей. То есть уже предполагается, что в зале будет очень много детей. Я почему-то уверен, что если сказка будет интересна, то дети будут заворожены полностью. Ведь они же смотрят того же Гарри Поттера. Последняя серия была как-то безумно длинная. Два с половиной часа, по-моему, она шла. Поэтому дети в принципе сейчас готовы к длительному эмоциональному наполнению. А эмоциональному наполнению будет предоставлено более чем. Но не секрет, что дети очень громко порой выражают свои эмоции. Как вам быть? Потому что опера требует полного сосредоточения. И это даже не драматический спектакль, а это же все-таки... И даже телефонный звонок, он может полностью сбить, когда певец поет. Ну, мои ощущения как... Что вы делаете с этим? Вот когда телефонный звонок убить хочется. Убить хочется. Это честно. И большая просьба ко всем зрителям. Господа, выключайте телефон. Невыносимо. Это невыносимо. Во-первых, это тональность не та. Во-вторых, это просто сбивает весь градус напряжения, которое мы создаем в зале. Вот детский возглас, он настолько искренний. Его можно в принципе воспринимать, наверное, как один из инструментов в оркестре. То есть, если это искреннее будет эмоция, ребенок не может дать фальши. Телефон, вот эта вот пластмасска дребезжащая, звенящая, убивает. Вот главное, да. Дорогие родители, отключайте телефон и приучайте к этому вашим детям. Детей не отключайте, отключайте телефоны. Так, ну а что родители должны сказать ребенку перед тем, как вот он зайдет и начнет воспринимать это великолепное искусство? Ой, ну... Ну вот когда вот сидят, одергивают, тиши-тиши, то есть неизвестно. Может быть, даже лучше, чтобы ребенок, да, вот так что-то там говорил. Ну, я думаю, что с точки зрения родителей не нужно ничего делать. Если ребенку интересно, он будет смотреть. Если неинтересно, ребенка не успокоите, он в любом случае лучше себя вести не будет. Иногда очень интересно слушать возгласы детей и мнение их самое важное вообще. То есть что они считают, что считают дети, вот это, наверное, самое искреннее, это правда, что можно сказать о спектакле. Поэтому я думаю, что если ребенок начинает разговаривать, там, отвлекаться, то пусть лучше он отвлечется, но потом, я надеюсь, что его чем-то другим мы заинтересуем. Вновь войдет в эту коленю. Да, дальнейшими, да, там, мизансценами и действием. И что он все-таки обратит внимание. Поэтому я бы не советовала дергивать. Главное, чтобы не кричал, ну, заранее. Обычная культура воспитания должна быть. Алексей, мне вот всегда интересно восприятие актеров, когда они на сцене общаются друг с другом. А вот сейчас вы сказали, что настолько прекрасная лебедь, правда ли, что вы иногда забываете потом текст? У меня потрясающая партнерша, это Мария Бачманова. Мало того, что она потрясающая красавица, она еще потрясающая певица. У нас есть мизансцены, естественно, поцелуи, но куда же без поцелуи у любящей пары. И вот после этой мизансцены оба тенора, я и мой коллега, мы часто на репетициях, просто текст стирается с нуля. Причем концертмистер наша ответственная сначала сердилась на это, а потом она поняла, что это общая болезнь. С этим побороться бесполезно, да? Да, потому что у Маши абсолютно какие-то чары, флюиды, это просто выбивает все. Так что такое случается. А что, вот поделитесь секретом, когда забываешь текст? Кто-то там поет свой адрес, что вы поете, когда вдруг забыли текст? Вот, честно говоря, я, если забываю текст, то у меня почему-то рождаются какие-то слова замещающие. То есть я как-то умудряюсь вкладывать в ритм. У меня, слава богу, никогда не случалось момента, что я просто забыл и замолчал. Или начинаю там петь адрес. То есть у меня какое-то слово-аналог возникает. Ну это часто бывает, такие курьезы в оперном искусстве. Я думаю, это можно даже отдельную юмористическую программу посвятить этому. Очень интересно, кстати. Конечно. Вот как настраиваются артисты на то, чтобы спеть, во-первых, оперу, во-вторых, сказку оперную? То есть есть какие-то определенные приемы? Сказку не смотреть телевизор. Ну я в принципе стараюсь не смотреть наш новостной особенно контент, потому что это очень сильно опускает вибрации. Побольше гулять поближе к природе, то есть почувствовать именно вот эту нативность, остроту природы. Особенно здесь, в Владивостоке, это просто... У меня сейчас как раз приехала моя мама, и она впечатлена очередной раз в Владивостоке, краем приморским. Я очередной раз его для себя открываю, проводя ей экскурсии. Смесь моря и гор дает такую энергию, что вот это тот самый заряд, который нужен сказке. Перцу. Первородность, конечно. Конечно. Мы должны быть абсолютно от природы, а не от какой-то искусственности. Как готовиться перед сценой? Ну, каждый по-своему кто-то распивается. У меня есть свои приспособления. Кто-то отоспаться надо всем, это точно. Даша, у меня вопрос к вам. Вот как, откуда черпать идеи, особенно идеи для сказки? Мы уже поняли, что телевизор смотреть не стоит. Нет, я тоже не смотрю телевизор, в принципе. Поэтому черпать идеи, ну, из головы, из воображения, из собственной фантазии. Но, в принципе, я бы не могла сказать, что вот специально готовилась там для сказки. Я беру даже для сказки какие-то истории, возможно, частично из собственной жизни, частично еще из чьей-то жизни. Потому что сказка настолько связана с реальностью, там очень тонкая грань. И поэтому идеи черпаются просто вот из жизни. Поэтому еще откуда-то черпать пока что, может быть, я пока не могу вспомнить, еще откуда черпается. А вот технические возможности нашего театра, о которых много говорят, и, в частности, Герген говорил и об акустике, о технических возможностях, они усложнили вам задачу или, наоборот, дали возможность для более креативных мыслей? Ну, технические возможности нашего театра, они, в принципе, пока что на уровне всех обычных театров. То есть возможности есть, но они еще не до конца раскрыты, так как театр новый. Лупченко, кстати, Антон Владимирович говорил о том, что именно на этой сказке мы максимально покажем технические возможности нашего театра. Какие конкретно? Я думаю, что он имел в виду уже конкретную проекцию, то, что у нас мы наконец-то приобрели собственное новое оборудование, видеооборудование, что мы за счет этого будем делать. Все остальное у нас есть интересные вещи по установке сцены, например, как накладной круг, я очень хотела изначально его использовать, но пока что технически это не получается. Поэтому мы за счет обычных тех же самых штанкетов, за счет перемен, стандартных перемен это все делаем. Но видеопроекция, она дает какую-то свою изюминку такую. И, возможно, это можно воспринимать за что-то новое. За большие возможности, это точно. Вот возвращаясь к началу нашего разговора, мы говорили о том, что у Римского-Корсакова огромное количество потрясающих опер. У меня любимая «Царская невеста», я думаю, у многих. Вот что бы хотелось сделать еще из Римского-Корсакова? Какие мечты? Мне «Царскую невесту», потому что это любимейшая опера. И она, кстати, сказка была написана сразу после «Царской невесты». Ну, у меня тоже «Царская невеста». Причем партия Лыкова, она, конечно, интересна для всех лирических киноров. Но как-то в последнее время меня вдруг стали привлекать партии типа «Бамелия». Там есть что поиграть. Вот это, кстати, Даша виновата. Она стала у нас генерировать эти драматические все наши задатки, вытягивать из нас. И хочется играть. Потому что фрачные так называемые герои, то есть определенные амплуа, их очень легко. Ну, как бы одел масочку такого вот влюбленного Лыкова, и все хорошо. А у «Бамелия» гораздо больше вот этих подводных камней. Там есть за что зацепиться. Поэтому, ну, сказка, вот, наверное. Ну, и я думаю, что «Кощей бессмертный» мне бы очень хотелось поставить. Сказочного. Да, опять сказки. Вот она, кстати, опять сказка и реальность. Такая. Моцарта Сальери ты хотел? Моцарта Сальери, да, это моя большая просьба к руководству нашего театра. Как-то близка мне эта опера. В принципе, у нас есть и солисты для этого, и можно поставить на малой сцене. Сюжет очень интересен. Там можно зал просто вот так вот взять в начале и до последнего довести просто. Две актеры. Вот вы работали в Санкт-Петербурге, и знаете, как воспринимают вот такое искусство иностранцы, да? То есть мы как-то с этим еще мало сталкиваемся, да, иностранцев пока. Хотя мы очень ждем, что скоро к нам поедут специальные туристы, которые будут ехать именно на оперу. Как иностранцы воспринимают вот эту вот чудесную сказку? То есть понятно, что мы, для нас определенно, да, сказка о царе Салта, они сразу-сразу возникают и образы визуальные, образы музыкальные. Вот для иностранцев что значит? Насколько я знаю, азиатские страны очень хорошо воспринимают именно истинную русскую культуру. Им очень это нравится, они часто впечатляются этими спектаклями, концертными какими-то программами. Вчера, когда стали запускать нашу репетицию, практически почти, генеральную назовем ее так, вдруг артисты, которые мы сидели в зале, мы позже выходим на сцену, пришли к единому мнению, что этот спектакль будет не стыдно показать фактически во всем мире. То есть повезти потом куда-то? Конечно, конечно. Это очень качественно, это очень красиво. Здесь вот компиляция режиссера, художника и музыкального руководителя очень крепкая. Даша, а вы как режиссер-постановщик, какие чувства испытываете, глядя на продукт, который вот уже практически вот создан? Ну, я испытываю всегда в любом спектакле, какой бы я ни ставила, что здесь бы еще доделать, здесь бы еще вот того-то, того-то, того-то добавить. Все время хочется все больше и больше добавлять. Но сейчас подсоберется еще чуть-чуть, я думаю, что это должно быть хорошо, и мне даже самой в некоторых моментах интересно смотреть. А за счет того, что воплощаешь свои идеи через артистов, артисты пропускают это через себя, и ты получаешь какой-то такой синтез абсолютно новый. Своё восприятие и восприятие артистов, и уже смотришь, как на что-то абсолютно новое. Даже мне интересно бывает, хотя уже на репетициях приелись многие мизансцены, там музыка, действия, но я открываю для себя все время что-то новое. Вот Алексей говорит о том, что не стыдно было бы показать эту сказку на другой сцене. Насколько наша сцена опережает какие-то по техническим возможностям другие сцены, и кто может принять то, что мы сделали вот в техническом плане? Любой театр абсолютно. Ну, я так поняла, что очень сложные декорации. Там декорации сложные, да, но если театр обладает определенным количеством станкетов, большой площадкой, то этот спектакль довольно-таки мобильный. Он сложный, да, но он мобильный. И в любых условиях его можно сделать, опять же, за счет видеопроекторов, которые можно поставить в любом месте, ну, не в любом, естественно, да, в определенных местах мы это ставим, сводим и во многих театрах. Ну, может быть, не в любом, но во многих. Я, к сожалению, еще не видела костюмы, потому что, знаю, они только подошли. Насколько они удобны или, наоборот, громоздки, Алексей? Ой, мой костюм потрясающий. Спасибо, не знаю, можно произносить фирму Гришко, но вот за обувь отдельный поклон. Впервые в моей жизни просто вторая кожа. Это не обувь, ее вообще не замечаешь. Это Санкт-Петербург? Да, это очень качественный костюм и по отделке, и по носке своей. Я немного не завидую нашим девушкам. Это ткачихи, поварихи, бабарихи. Ибо у них огромные сарафаны. И в угоду русской традиции они сделаны по канонам. То есть они многослойные, и они весят очень много. Поэтому нашим певицам приходится носить на себе гораздо больше килограммов, чем... Ну, у меня очень легкий костюм, допустим. То есть удобно, да? Мне очень удобно. Вы знаете, я просто в прошлом году, когда оставили Евгения Онегина, и когда только прибыли костюмы, я имела счастье не просто снять и прикоснуться, а даже померила костюм Татьяны. Именно костюм, который для бала, последнего Гременского бала. И вы знаете, надев это платье с кринолином, со всеми вот этими вот роскошностями, я была удивлена, насколько это удобно. Вот серьезно. Я думала, что вот это вот великолепие, да, это жутко громоздко, это жутко все стесняет. Нет, это безумно. Во-первых, красиво, удобно. И самое главное, когда сразу хочется расправить плечи, да, встать красиво. Поэтому мне вот всегда интересно, насколько удобны костюмы. И насколько это сейчас традиция, чтобы костюм был первично удобен, да, чтобы для певца ничто его не смущало. Насколько это вообще сейчас традиция в наших театрах? Или все-таки есть этот момент, что костюм неудобный? Ну, вряд ли это можно назвать традицией. Это больше исключение, наверное, в современном театре. Опять-таки это все зависит от финансов. Поскольку сшить красивый и удобный костюм, это всегда очень дорого. Очень дорого. Это очень дорого. Потому что качественный материал, который будет хорошо носиться. Допустим, если сапоги из натуральной замши, то они будут носиться гораздо лучше, чем из искусственной замши, естественно. Соответственно, натуральный материал всегда стоит дороже, и ручная работа всегда стоит дороже, индивидуальный пошив, да. Поэтому здесь вопрос, опять-таки, к, наверное, финансированию, бюджетированию какого-то театра. Мы пока что, слава богу, можем походить. А вы сталкивались в своей жизни артистической с тем, что неудобный костюм, и он просто мешает воплощать образ? Конечно, много раз. Какие-то маски на лице, это могут быть какие-то суперобъемные костюмы, которые мешают просто двигаться физически на сцене. Иногда режиссеры и художники в угоду своим фантазиям, они забывают о том, что певец должен еще петь. Такое бывает. Ну, я так поняла, что в нашем театре все постановки вроде как, да, слава богу, все для удобства, да? Нет, у нас пока что комфортненько. Пока стараемся. Ну, вот у нас декорации костюма делали мастерские большого театра, у них очень большой опыт, поэтому там сшито все удобно. Даже если где-то по размеру не подходит, то наши же швеи все это подшивают уже на ходу и делают абсолютно удобным костюм для свободы движения. Потому что, ну, лично мое мнение, что артист должен полностью чувствовать свое тело, и чтобы ему ничего не мешало для внутреннего ощущения, для игры, для пластики, ну, для всего, в принципе, для создания образа. Вот по поводу создания образа, да, давно говорим о том, что опера — это в первую очередь театр, что это должно быть в первую очередь драматическое воплощение, да? То есть это должна быть игра. Ну, вот как Шаляк, да, чем он брал. Насколько сейчас современный театр оперный отвечает за этим требованиям? И в частности наш театр. То есть я просто помню, там, 70-е, да, вот смотришь спектакль, выходит Татьяна, лет 40, там, Иза, какая-то такая вот объемная женщина, да, и вот эти вот жесты там, вот сейчас. Ну, понятно, что у нас молодая, красивая просто труппа, действительно очень красивые девочки, прекрасные мужчины, но вот именно вот это вот драматическое наполнение, насколько для вас это является первичным? Это, наверное, вопрос к режиссеру больше. Для меня это, в принципе, для меня синтез драматического искусства и вокального, то есть оперного искусства. Ну, я считаю, что опера вот как таковая, какая она была там 200 лет назад, ну, даже 50 лет назад встали, спели, это уже не то, потому что сознание зрителя современного, оно меняется. То есть время идет вперед, движение в жизни происходит больше. И поэтому люди уже не воспринимают статичность, им это неинтересно. И чем дальше мы идем вперед, тем больше нужно создавать динамики в спектаклях, и тем больше нужно создавать именно драматическую игру, чтобы люди могли прочувствовать и психологизм, чтобы у них создался какой-то визуальный ряд, потому что у современных людей в большинстве свое монтажное мышление. Да, абсолютно клиповое мышление. Клиповое, монтажное, как только вот изобрели кино, люди видят, вот они видят минуту там одну картинку, там максимум, потом через минуту им надо менять картинку именно действия. Они не хотят видеть статику и долгую, длинную, длинную арию, да, какая бы красивая она ни была. Современное поколение же мы просто окунулись в мир интернета, телевизия, где действительно формируется клиповое мышление, когда быстрая смена картинки, и существует уже современная школа актерского мастерства, которые поддерживают эту теорию, и в принципе в практике надо выводить ее. Люди не могут даже в течение, касательно певцов, да, в течение одной арии я не имею права находиться в одном и том же состоянии. Должен 5-6 раз сменить внутреннее состояние для того, чтобы публике это было интересно. Ну и для самого себя тоже. Мы должны как-то соответствовать ноте времени, потому что в статике и в внешне, и во внутренне нельзя находиться сейчас. Ты должен постоянно отдавать динамику. Ну, мир такой сейчас. Мы не вернемся к прошлому, я думаю. И в любом случае, если, например, есть какая-то статика, ну, оправданная статика, да, задуманная изначально, то внутри должна быть постоянная динамика. А это сложнее всего. А вот опера была написана к столетию дня рождения Пушкина. Прошло еще сто лет. Насколько это произведение современно? Это, наверное, последний вопрос. Это произведение современно, актуально во все времена будет. Потому что, ну, вот как мы уже говорили, что реальность, которая была тогда, и то, о чем это писалось, абсолютно точно повторяется в любой эпохе. Например, я очень люблю Достоевского, вот проведу такую параллель. Например, все, что было сто лет назад в нашей стране, оно абсолютно то же самое повторяется и сейчас. То, что было при Пушкине, то, о чем он писал, повторяется через несколько столетий, через несколько десятилетий. Да, в принципе, закономерность и актуальность вот этой сказки, она будет всегда. И актуальность вопроса. То есть любовь, она актуальна всегда. Ложь, предательство, это то, что всегда было, есть и будет. И главная мысль этой сказки, все, что не делается, все к лучшему, это буддистские уже какие-то знания, это даже не буддистские, наверное, а ведические знания. Мы должны проходить определенные уроки, чтобы получить какое-то благо. Вот так в сказке. Через какие-то страдания мы пришли к всеобщему единению, благу и пониманию, что есть истинная любовь. Ну и самое главное, это безумно красивая музыка римского курса, которая, восприятие которой, мне кажется, облагораживает любую душу, любую голову и, естественно, и взрослого, и ребенка. Поэтому еще раз хочется пригласить наших дорогих телезрителей прийти в Театр оперы и балета, потому что в репертуаре появилась замечательная сказка, сказка о царе Салтане. И в субботу состоится первая встреча. Еще раз напомню, сегодня у нас в гостях были режиссер-постановщик Дарья Пантелеева, и исполнитель роли Гведона, Алексей Костюк, солист Приморского театра оперы и балета. Спасибо за внимание. Встретимся в опере. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова